Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Чего добилась Турция, уничтожив 2 миллиона армян, уничтожив армянскую культуру? Президент Западной Армении Арменак Абрамян. Знакомница с Западной Арменией – Хлат. Открытое письмо женщин Арцаха главе Еврокомиссии. Дорога в Бердзор должна быть разблокирована. Министерство иностранных дел Великобритании. Если не предпринять меры, от озера Ван не останется и следа. Турецкий правозащитник Селай Эртем назвала закрытие Бердзорской дорогой грязной игрой Азербайджана. Выставка Мартироса Саряна – книга и искусство. Президент Западной Армении Арменак Абрамян, анализируя последние трагические события, связанные с гибелью 15 солдат в селе Азад, заявил, «Неприемлемый подход системы, согласно которому 15 солдат должны находиться на столь маленькой территории. Возникает вопрос, почему система принимает это положение, не учитывая, что мы находимся в военном положении, даже если оно не объявлено. Армии нужен более высокий уровень дисциплины». Говоря о закрытии Бердзорской дороги, президент Абрамян добавил, «Алли вместо войск используют гражданские силы, чтобы народ Арцаха почувствовал давление. Дорогу нужно открыть, другого выхода нет. Вопрос только в том, когда она откроется. Западная Армения знает свои права, однако каждый защищает личные и партийные интересы, но, увы, не государственные. Напомним, Турция даже посредством ислама не смогла сохранить свою идентичность. Что получила Турция, уничтожив 2 миллиона армян или уничтожив армянскую культуру? По большому счету ничего. Только навесла вред народу Арцаха. За 100 лет народ Турции не развился, выигрывавший только грабеж имущества, и, как мы видим, сегодня и это временная выгода. Халат – одно из древнейших поселений Западной Армении. Трудно сказать, когда оно было основано. Сначала оно упоминается как поселок, затем превращается в крупный город, который имел свою крепость и считался самым большим портом озера Ван. Халат расположен на западном берегу озера на возвышенные равнения. На юге от города открывается панорама озера Ван, на юге запада и север-западе – город Немрут и Сипан. В армянской летописи его называли городом Базнуни. Турки обычно называют его Ахлад. В X-XI веках за короткий промежуток времени Халат становится одним из крупнейших и многолюдных городов страны. Развитию Халата способствовал порт. В первой половине XI века стал крупным центром ремесел и торговли, городом с населением в несколько десятков тысяч человек. Халат был одной из главной причин длительно тюркско-персидских войн XVI-XVII веков. Особенно тяжелые последствия имели бои иранского шаха Тахмаза и турецкого султана Сулеймана I в 40-х годах XVI века. В 1850 году в Халате проживало 5000 жителей, 4000 из которых были армяне. Занятием жителей Халата были земледелие, садоводство, рыболовство, торговля ремесла и добыча соли. Из исторических памятников Халата сохранились пещеры, вырытые в скалах близ города, несколько башен оборонительной стены на берегу моря, руины различных построений. Женщины Арцаха с открытым письмом обратились к главе Еврокомиссии Урсула фон де Лаен, призывая немедленно вмешаться и прекратить энергетическую блокаду Арцаха Азербайджаном. Госпожа фон де Лаен ответственная за подписание соглашения об увеличении поставок газа из Азербайджана в Евросоюз. Обеспокоенные мамы справедливо требуют, чтобы их дети, как и дети стран Евросоюза, имели возможность жить в теплых и светлых домах, нормально питаться, ходить в школу и детский сад, получать медицинскую помощь. Дети Арцаха имеют право на нормальную жизнь, как и все дети мира. Закрыв газопровод и лишить электричества в зимних условиях Арцах, Азербайджан и его руководство лишают этим 30 тысяч детей нормальной жизни. 24 января в Палате общин Великобритании состоялось специальное обсуждение блокады Азербайджана, Бедзорского коридора и гуманитарных последствий. Об этом передает новостной сайт arachin.lure.am. Ряд депутатов выступили с осуждающим заявлением и потребовали незамедлительно открыть коридор. В выступлениях звучали призывы применить санкции против режима Алиева, оказать давление на Азербайджан. Блокада Арцаха и намерение Азербайджана провести этнические чистки в Арцахе, продолжение геноцида против армян. После заявлений выступил парламентский заместитель госсекретаря по вопросам Америки и Карибского острова Дэвид Ратли. Дэвид Ратли в частности отметил, Великобритания поддерживает шаги госсекретаря США Энтони Блинкина. Конфликт в Арцахе очень сложный. Правительство Британии активно сотрудничает с правительством двух стран. Конфликт не имеет военного решения. Он должен быть решен дипломатическим путем. Дорогу в Бердзор перекрыли азербайджанские демонстранты, лишив населения Арцаха средств к существованию. Британское правительство заявляет, правительство Азербайджана должно разблокировать Бердзорский коридор, военнопленные должны вернуться на родину. Правительство Великобритании привержено конвенцией от предотвращения геноцида. Мы приветствуем развертывание гражданской миссии Евросоюза в Армении. Западная Армения следит за развитием событий и при необходимости выступит с заявлением. Спутниковые снимки NASA Landsat предупреждают об опасности засухи озера Ван. Наряду с озером под угрозой засухи находятся важные болотные территории. Согласно проведенным за последние 4 года съемки, в январе показывают в бассейне озера Ван и окрестностях из года в год снижается темп снегопада. Главная причина засухи в озере – климатический кризис и неправильная эксплуатация водных ресурсов. Под угрозой засухи находится путь миграции Фламинго на участке Арчеш, Челебибак. Из-за засухи в озере Ван образовалось множество островков, породив микробиолитные образования, напоминающие коралловые острова. Озеро должно быть полностью защищено и объявлено чувствительной зоной, иначе последствия будут необратимыми. Если бы Турция не оккупировала территории Западной Армении, а коренные армяне продолжали жить и сохранять экологию своей страны, этого бы не произошло. Селай Эртем, вдали Али Эртема, активно борющегося за международное признание геноцида армян, возглавляет организацию «Союз против геноцида». Экологическая причина закрытия Берзорского коридора Селай Эртем считает ложной и сфабрикованной. 12 декабря 2022 года начавшаяся блокада Берзорской дороги и блокировка дороги в интересах Азербайджана – ситуация постыдна для всего человечества, что пытаются скрыть эти грязные игры, которые под прикрытием ложной охраны природы и окружающей среды, по сути, нацелены на армянский народ. По мнению госпожи Эртем, закрытие Берзорской дороги является частью азербайджанской программы по выселению армян из Арцаха. Армяне, являющиеся коренным народом Арцаха, не покинули эти земли в условиях войны, решив смело бороться. Говоря о полной поддержке Турции и Азербайджану, турецкий правозащитник подчеркивает, что реализация Туранской мечты, простирающейся от Адриатического моря до Китайской стены и преодоление армянского барьера всегда были в повестке Турции. Мы осуждаем политику Турции, которая подрывает мир во всем регионе. Западная Армения приветствует решительность правозащитника выступить с подобным заявлением. Трехязычный каталог Мартироса Сарьяна «Книга и искусство». В каталоге представлено около 90 иллюстраций живописных и графических портретов известных авторов. Как сообщает Армен Пресс, основы для выпуска каталога послужила книга «Искусство» Мартироса Сарьяна, которая несколько месяцев назад открылась в Национальной галерее Армении. На выставке представлено богатое наследие летописи, оставленное Сарьяном. Выставка начинается с иллюстраций к литературным произведениям армянских классиков Уванеса Туманяна, Вана Теряна, Егиша Циоренца, Аветика Исаакяна и завершается великолепными иллюстрациями к шедевру мировой поэзии поэмы «Шахнамэ», «Рустам» и «Сухураб». И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Сарьян Корректор А.Егорова Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!